Продолжение следует... Как вы видите ситуацию с западной точки зрения? Я вряд ли смогу представить здесь европейскую точку зрения, потому что, вы знаете, многие страны разного континента придерживаются различных взглядов. Но, что я могу сказать, я могу говорить лишь от себя лично и могу представить вам свое видение ситуации. Я всегда был против санкций, по-прежнему, считаю, что это неправильно. Я не единственный человек в Германии, который придерживается этой точки зрения. Я поддерживаю заявление президента Путина, пора положить санкциям конец. Я надеюсь, что сейчас все в Европе уже поняли, что от санкций Европа сама пострадала, и очень значительно. Если мы посмотрим на статистику, за 2014-2015 годы, за два года, Германия потеряла 50% экспорта. 50% сократился экспорт из Германии в Россию. Я не считаю нашими подразделениями, которые работают в России, а у нас таких тоже немало. Кстати, работают они очень успешно в промышленности, в транспорте. У нас отличный опыт сотрудничества с российскими партнерами. Возвращаясь к ситуации других европейских странах, ну, посмотрите на Италию. Италия потеряла всего 10% экспорта по сравнению с показателями за прошлый год. Поэтому для них ситуация не так плоха. То есть, последствия для разных европейских стран также разнятся. Интересы тоже не одинаковые. В этом смысле нельзя сказать, что у нас общие интересы. Решения на политическом уровне принимаются общие. Но так или иначе, какая бы ни была мотивация, решения эти неправильные. Мы должны понять, что Россия, реализуя политику поворот на Восток, совершает абсолютно логичный шаг. Потому что Восток может предложить России очень-очень многое. Не надо забывать, что мы европейцы, мы немцы, моя компания, у меня компания среднего размера, мы работаем на международной арене. У нас прекрасная связь, к примеру, с китайцами. У нас отлично идет совместный бизнес. Нам очень нравится работать с китайцами. Почему Россия не должна делать то же самое? В каком-то степени трагично то, что мы дали санкциями толчок к этому повороту. От санкций нужно уходить, но все страны должны иметь возможность принимать самостоятельные решения. Где лучше развивать партнерство? На Западе, на Востоке, не важно. Мы выступаем за мировое развитие. Я добавлю, за мирное развитие. В настоящий момент, к сожалению, мы не можем сказать, что удовлетворенность ситуации ни в одном, ни в другом аспекте. Когда мы говорили о внешней политике, с учетом того, что сказал только что коллега, вот я хотел задать вопрос об отношениях с Германией, сильной экономической державой. У вас были отличные отношения с канцлером Меркель. Как вы видите будущее российско-германских отношений? Будущее отношений России с любой стороной зависит не только от России. Это процесс взаимный и не может быть позитивно решен только односторонними действиями. Но мы стремимся к развитию отношений с Федеративной Республикой Германии. Вот сейчас коллега только что говорил о большом количестве предприятий Федеративной Республики, которые работают на нашем рынке. Я могу уточнить, что это 6200 предприятий, и все они работают. Они, кстати, не ушли. Там некоторые сократили, ну, примерно сотни, полторы, может быть, немножко сократили объемы деятельности, но в целом все работают, работают достаточно активно. Более того, вот я говорил, что открываются новые предприятия, в том числе и сегодня. Сегодня при активном участии немецких компаний, в том числе, с которыми у нас традиционные связи. Мы не собираемся их расторгать или сокращать. Мы чувствуем, что этого не хочет и немецкий бизнес. У нас очень добрые отношения, надежные и многолетние. И мы, конечно, будем делать все для того, чтобы их сохранить и развивать в интересах России, в интересах Германии, в интересах европейского континента и мировой экономики. Вот мы говорили о том состоянии, в котором мировая экономика находится. Мы знаем, что в целом эксперты указывают на две проблемы. Это низкие темпы роста и говорят даже о такой стагнации известной. И эксперты так думают, что еще года два как минимум это все будет продолжаться. А вторая проблема – это непомерный рост долговой нагрузки, которая мешает развитию. Вот в страновом измерении, если говорить о Европе, у нас ведь что там происходит? Рост определенный небольшой. Есть у Федеративной Республики 1% в прошлом году. Во Франции 0,7%. В Италии, о которой сейчас коллега упоминал и говорил о том, что там все хорошо, нулевой рост в течение нескольких лет. В Японии, так сказать, минус 1,4%. Но в таких условиях мы все нуждаемся в каких-то дополнительных импульсах развития. Вот господин Ципрос выступал, говорил, что я даже записал. Проблема Греции – это не греческая проблема, а вообще европейская. Ну, правильно, если вы кому-то много должны, то это уже не ваша проблема, а проблемы тому, кого должны. Это абсолютно правильный подход. Нет, это правда. Потому что ведь что произошло? Есть плюсы, конечно, от этих интеграционных процессов – и рынки открытые, и бонусы, и дешевые кредиты. Но есть и минусы, которые заключаются в том, что невозможно регулировать национальную валюту, потому что ее нет. Привязка все к жесткой, такой твердой валюте, рассчитанной на экспортно-ориентированные экономики. Невозможно использовать свои преимущества в сельском хозяйстве, в туризме, в рыболовстве, но нет, там есть ограничения. Поэтому это все должно быть сбалансировано. Но нас это интересует, что будет происходить в Европе. Это наш крупнейший партнер. Да, у нас сократились объемы торговли с Европой значительно, но Европа остается совокупным нашим ведущим партнером. А среди всех европейских стран первое место занимает Федеративная республика. Надеюсь, что проблемы уйдут, а мы будем развивать это отношение дальше. Мы к этому готовы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ